Устанавливать теплицу лучше всего вдвоем и в хорошую безветренную погоду. Также для работы по сборке теплицы нам потребуется следующий инструмент. Сборка фундамента. Чтобы определить размеры фундамента, нам нужны точные размеры каркаса. Они указаны в инструкции по сборке теплицы. Поверхность участка, где будет стоять теплица, должна быть подготовлена и выровнена. Укладываем брус. Проверяем его по уровню и скрепляем уголками с помощью саморезов по дереву. Проверяем диагонали между углами фундамента. Они должны быть равны. Проверяем фундамент по уровню еще раз. Закрепляем фундамент прямыми якорями. Вбиваем якорь в грунт и крепим к фундаменту саморезами по дереву. Подготовка к сборке каркаса. Собираем торцы. После сборки их необходимо закрыть поликарбонатом. Располагаем детали торца на ровной поверхности следующим образом. Торцы нужно положить так, чтобы дверь и форточка открывались наружу. Соединители торца отличаются сечением. Верхний выполнен из трубы 20х20, нижний из трубы 25х25. Также на нижнем соединителе имеются отверстия для крепления к фундаменту. Детали торца должны прилегать друг к другу плотно. Перед тем, как скрепить их саморезами, обязательно проверяем расстояние между верхним и нижним углом двери и стойкой торца. Они должны быть равны. Скрепляем детали торца саморезами. Нижний соединитель крепится к боковым частям торца через П-образный замок. Отмечаем маркером места крепления поликарбоната саморезами в соответствии со схемой в инструкции. Кровельным саморезом сверлим отверстие по отмеченным точкам. Очищаем поверхность торца от образовавшейся стружки. Берем лист поликарбоната и снимаем с него защитную пленку. Помечаем маркером сторону листа с защитой от ультрафиолета. Эта сторона должна оказаться снаружи теплицы. Мы используем поликарбонат собственного производства толщиной 4 мм. С эффективной защитой от ультрафиолетового излучения как в массе листа, так и на его поверхности. Эта защита позволяет поликарбонату служить долго, не трескаясь и не рассыпаясь под воздействием прямых солнечных лучей. Кладем лист поликарбоната сверху, перекрывая торец так, как указано на схеме раскроя. Обратите внимание, что при монтаже должен получиться небольшой нахлест на стойку двери. Крепим поликарбонат кровельными саморезами к торцу через заранее просверленные отверстия. Строительным ножом аккуратно обрезаем материал по внешнему краю торца. Закрываем оставшуюся часть торца. Закрываем Проклеиваем торцы защитной лентой и закрываем торцевым профилем. Для этого лучше выкрутить нижний ряд саморезов, а потом вкрутить их обратно поверх ленты. Защитная лента в сочетании с торцевым профилем позволяет защитить поликарбонат от проникновения насекомых и прорастания растений, а также от попадания влаги в соты поликарбоната. Точно так же собираем второй торец. Закрываем Соборка каркасы теплицы. Собираем основание теплицы. Для этого кладем деталь основания на брус, стыкуем их с помощью соединительного тавра. Места соединения с тавром фиксируем саморезами типа клоп. Размещаем основание по внешнему краю фундамента. Проверяем расстояние до краев бруса. Они должны получиться примерно 20-25 мм. Основание крепится к фундаменту с помощью саморезов по дереву. Собираем соединитель дуг. На дугах перед их установкой мы рекомендуем нанести метки, на которые можно будет ориентироваться во время монтажа поликарбоната. Расстояние между метками указано в инструкции. Дуги, как и весь каркас теплицы, изготовлены из квадратной трубы, оцинкованной снаружи и изнутри. Мы не экономим на толщине металла, поэтому дуги получаются ровные и без заломов. Устанавливаем полудуги и скрепляем их с помощью соединителя. Обратите внимание, что на полудугах имеются отверстия. Устанавливаем полудуги отверстиями вверх. Соединяем дуги между собой с помощью продольных направляющих. Обратите внимание, части направляющих есть с чопиками и без чопиков. Монтаж начинаем с направляющих без чопиков и размещаем их на одной стороне каркаса. Соединяем направляющими остальные дуги. Устанавливаем торцы. Для этого поднимаем подготовленный торец и вставляем чопики на основании торца в трубы обоих оснований. К направляющим торец крепится с помощью винтов и гаек. К основаниям с помощью саморезов типа клоп. Протягиваем болтовые соединения каркаса теплицы и проверяем его вертикальность по уровню. Тиксируем полудуги в местах стыковки с соединителем. Крепим дуги к основанию саморезами типа клоп. Монтаж поликарбоната. Отмечаем середину листа. Производим надрез верхнего слоя листа. Нижний слой остается целым. Это позволит обеспечить ровный сгиб. Обратите внимание, надрез нужно делать по лицевой стороне с защитой от ультрафиолета. Снимаем защитную пленку с поликарбоната. Проклеиваем края листа защитной лентой и закрываем торцевым профилем. Кладем подготовленный лист на каркас надрезом вверх и размещаем его так, чтобы у нас получился козырек примерно 3 сантиметра. Прихватываем лист внизу саморезами. Таким же образом подготавливаем и размещаем остальные листы. Соединение листов на теплице производим внахлёст. Укладываем конёк на каркас. Крепим поликарбонат к каркасу кровельными саморезами через оцинкованную ленту. При крепеже ориентируемся на заранее нанесённые метки на дугах. Крепим поликарбонат к каркасу кровельным саморезам через ленту предотвращает отрыв поликарбоната под действием сильного ветра. И снеговой шапки. Без оцинкованной ленты поликарбонат может быть продавлен саморезом или полностью сорван с теплицы. Излишки ленты обрезаем ножницами. Концы оцинкованной ленты крепим к фундаменту с помощью саморезов по дереву. Прорезаем петли на торцах теплицы. Прорезаем форточку и дверь. Крепим торцы к фундаменту с помощью саморезов по дереву. Установка ручек. Мы оснащаем наши теплицы удобными двусторонними ручками собственного производства на высокой ножке, которыми удобно пользоваться каждый день. Чтобы ручка держалась максимально прочно, можно использовать суперклей. Устанавливаем ручку на форточку. Смазываем замки машинным маслом. Устанавливаем уголки и крючки. Установка форточек. Кладем каркас форточки на ровную поверхность и сверлим отверстие в корпусе в соответствии со схемой, указанной в инструкции. Устанавливаем на форточку каркас автоматического поршня в соответствии с инструкцией по его установке. Контур каркаса форточки должен совпадать с контуром дуги. Крепим форточку к дугам. Крепим поликарбонат к форточке через заранее просверленные отверстия. Прорезаем поликарбонат на форточке в соответствии с инструкцией по ее установке. Для монтажа торцевого профиля необходимо сделать равномерный зазор в нижней части форточки. Выкручиваем нижние саморезы. Проклеиваем края поликарбоната защитной лентой. Размещаем торцевой профиль так, чтобы остался небольшой зазор 1-2 мм. Вкручиваем саморезы обратно. Устанавливаем гидроцилиндр на автоматический поршень. Нет необходимости самостоятельно сжимать или раздвигать механизм гидроцилиндра. Степень открытия форточки при его монтаже будет зависеть от температуры окружающей среды. Каркас теплицы в сборе представляет собой надежную и мощную конструкцию с семью продольными усилениями и дополнительными перемычками на торцах. Также в вашу теплицу вы можете дополнительно заказать деревянные трапики и теплые грядки из древесно-полимерного композита. Подробности в офисах продаж. Продолжение следует... Продолжение следует...